Доброго дня! Вы смотрите программу «Без протокола» и с вами я, ее ведущий Дмитрий Василец. Сегодня у нас в гостях неординарная личность, доктор философских наук, политический консультант Владимир Шевченко. Доброго дня! Я думаю, что нашим зрителям, да и мне, собственно, тоже, чего греха таить, интересно было бы разобраться в прямой демократии, что это такое. И вот все же мы знаем и видели, как партия «Слуга народа» и Владимир Зеленский обещали, что как только они придут к власти, первый закон, который они примут, это будет закон о референдумах. Вот, но вот сколько времени уже прошло, и ВОЗ, как говорят, и ныне там. Вот как вы можете объяснить эту ситуацию? Знаете, Дмитрий, у меня к вам есть встречное предложение. Да, для того, чтобы понять какой-то частный вопрос, да, вот и мы можем ответить на вопрос. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, давайте, в общем-то, сначала ответим на вопрос «Вообще, что произошло?». Да, потому что если мы ответим на вопрос «Что произошло?», мы поймем, почему у нас по законам, по законам о референдуме так происходит, почему со всеми остальными законами, почему именно во власть пришли эти люди, а не какие-то другие. И тогда картинка станет абсолютно ясной, прозрачной каждому человеку. И каждый человек сможет найти там свое место, он будет понимать, куда общество движется вместе с ним, вместе с его семьей. И, если вы согласны, мы там можем сделать. Да, да, давайте, сделаем небольшое отступление. Смотрите, вот что произошло сейчас буквально на наших глазах с нашей помощью. И произошла реально революция социальная, потому что общество перешло от одной философии развития общества к совершенно другой. Причем они совершенно разные. И это просто в революции произошел сам мирный способ. Если предыдущая произошла в кровавый, такой неконституционный, то это произошло абсолютно в рамках конституции и закона Украины. Ну, 73% населения сказала нет предыдущей модели развития общества. Из тех, кто голосовал. Ну, это неважно. Все равно же всегда считается из тех, кто голосовал. И везде считается. И вот этот аргумент, что там все-таки все равно меньше 100, это неправильный аргумент. Потому что люди, которые не голосуют, они просто делегируют свой голос тем, кто ходит голосовать. Им все равно. По умолчанию. По умолчанию, да, как в компьютере. По умолчанию, значит, они делегировали. Я не пойду, вот как там люди решат, так пусть и будет, я приму этот выбор. То есть, на самом деле, все хорошо. 73% населения сказала нет той модели, которая была раньше. Что же это модель раньше, которая была? Причем она сразу же была заявлена на Майдане. И она совершенно отличалась от того, что сказали, говорили, Евромайдан. На самом деле, Евромайдан к Европе не имел никакого отношения. Потому что он не нес идеологию развития общества европейского. Европейская идеология развития общества – это толерантность, да, это межконфессионный мир, это уважение к правым меньшинствам. Свобода слова. Свобода слова, да, значит, свобода совести, отсутствие государственной идеологии, отсутствие цендуры и все остальное. Майдан принес как раз прямо противоположные вещи. То есть, он ни в коем случае, он только провозглашался, как евро, да. На самом деле, это была предложена идеология как раз развития государства Украины на базе государственной идеологии, запрещенной нашей Конституцией, статьей 5, этнического национализма. То есть, Украина должна была развиваться как антироссия на базе идеологии этнического национализма. Так мы получили и Томас, и прочие украшения. Это и все, если проанализировать все действия власти, они великолепно укладывались вот в эту вот идеологию. У нас была создана государственная идеология. Я еще раз повторю, она запрещается, прямо запрещена, статьей 5 Конституции Украины. Естественно, ее вырабатывал Институт национальной памяти во главе с Ветровичем. Те его рекомендации были, превращались в законодательные акты с помощью указов президента, или через порубия они проводились, и свои фракции проводились в Верховной Раде. Они реализовывались через активистов, через законодательные акты, и, кроме того, через активистов, которые работали в рамках, эти все памятники валили, переименовывали улицы, даже если нелегитимным способом, то силовым способом. И, кроме того, было выстроено, естественно, если у вас есть государственная идеология, у вас неизбежно должна появиться цензура. И вот цензурные органы у нас тоже появились, начиная с той же самой Института национальной памяти, у нас был, и до сих пор остается этот институт, который, правда, его поменяли на днях, это Национальная Рада Талабачения Радиомовленя, который, по сути говоря, выполнял одну единственную функцию у органа цензуры. Кроме того, органами цензуры являлись Министерство образования, Министерство науки, Министерство спорта и, в общем-то, целый ряд других министерств, включая силовые структуры, СБУ, например. Да, это мне как раз хорошо известно. То есть, вы на себе ощутили, как работает эта система. То есть, эта система была вне конституционная, и главная задача, это было построить Украину как антироссию, как элемент Балты-Черноморской дуги конфронтации в Европе, которая разделяет Европу от России, ресурсы России от технологий Европы и от рынка, чтобы не могло образоваться подобное образование от океана до океана, которое известно. Лиссабона до Владивостока, как говорил Макрон. Да, как Лиссабона до Владивостока, до этого еще о нем говорил Деголь, да. Кстати, в 2010 году с этим были абсолютно все согласны. И тогда и Меркель. Меркель тогда был не Макрон, а Саркози. И они эту идею, Путин эту идею, так сказать, полностью поддержал. Даже предложил сам инициативно создать общее экономическое пространство и общее оборонное даже пространство. Но включились американцы. И вот они начали педалировать идею разделения. Мы же знаем некого Фридмана, Джорджа Фридмана, руководителя Стретфора, теневого ЦРУ. И он выступает с лекциями. Если кто не верит, он просто в интернете есть лекции, где он прямо говорит о том, что в интересах Америки создать вот этот вот барьер, непроницаемый по суше, прибалтийские страны, Польша, Украина, Грузия, Турция, которые бы не дали возможности это брить. Вот, собственно говоря, что было раньше. И вот эта идеология, она, естественно, не предполагает никакого развития. То есть помните, как все время говорили, гордились тем, что мы блокпост, о том, что мы бронежилет Европы. Да-да, очень часто пытались навязать этот тренд. Так и не только. Это был элемент государственной идеологии. По умолчанию. По умолчанию, да. Вы можете себе представить инновационное развитие инвестиций, которые идут в блокпост. Вы видели когда-нибудь блокпост как точку инвестиций? Аккумулирование здоровое, например. Да, то есть, ну, представьте себе. Вот наши лидеры говорили, приездили по всему миру, и говорил Порошенко, приинвести инвесторы, приходите, вот вкладывайте деньги в Украину, мы блокпост, у нас тут стреляют, у нас тут неизвестно, что будет завтра, может, нападет Россия, может, так сказать, тут вообще возникнет какая-то... Ну, чуть ли не прямым текстом говорилось, что наши украинцы гибнут потому, чтобы не умирали ваши солдаты. Это прямым, это не чуть ли прямым, это прямым текстом говорили, но даже на международном уровне. Говорят, дайте нам помощь, вы должны нам оказывать помощь всестороннюю, потому что мы за вас умираем, мы бронежилет Европы, чтобы Орда, значит, не продвинулась до Берлина или до Лондона. Вот это, собственно говоря, вот эта идеология, которая в эту идеологию вписывалась как раз в создание особой церкви, несуществующей раньше, и, опять же, методами, которые используются... Она, по-моему, сейчас не особо существует. После развала системы Порошенко и его этой банды, то фактически мы увидим, что эта церковь, она не жизнеспособная. Она нигде не была признана, и она до сих пор не признана, и перспектива ее признания совершенно туманная и, скорее всего, негативная. Об этом, кстати, говорит Филарет, который не признал новую церковь. Который сделал первый такой самый серьезный удар по этой церкви и расколол ее там. Да, он как раз отошел от этой идеи, потому что его-то идея была немножко другой. И он... Ну, это отдельная тема. Но мы говорим о том, что было раньше. Раньше в этой модели это не инновационная модель. Развитие было невозможно. Мы должны были существовать на какой-то помощи грантов, фондов или прямой помощи тех стран, которые считали, что поддерживали идею, что нужно укреплять бронежилеты, блокпост, надо вкладывать деньги, чтобы российские войска или танки... А страна в основном находилась за океаном, да, мы знаем. Совершенно верно. Центры управления были внешние, и люди, когда это они увидели, почувствовал каждый на себе, на своем материальном положении, на своем духовном положении, потому что пресс огромный существовал, на всякие накомыслии, был наложен, вы знаете, там, пачками журналистов арестовывались, там, даже их там держали в тюрьмах длительное время, там, никаких, ничем оно не завершалось, но тем не менее... Нас, ну, и массу пугали именно шантажом. То есть тогда, когда посадили там 5, 10, 20 человек и говорили о том, что если вы будете вести себя условно в таких-то рамках, значит, у вас ждет тюрьма. И что с точки зрения Конституции? У нас, кстати, великое личное мнение, у нас одна из самых лучших Конституций в мире. Мы, кстати, про местное самоуправление и про референдумы будем в связи с Конституцией скажем. Потому что там же написано, как там была сформулирована идеально сформулирована украинская мечта. Ну, по сути говоря, концепция национальных интересов сформулирована в первой статье Конституции. Ну, представьте, давайте вот вдумаемся, да, Украина. Суверенное, независимое, демократическое, правовое, социальное государство. То есть ни одного пункта, по-моему, из вышеперечисленного сейчас, даже на 50% нет. Вот прежний режим, Порошенковский, да, он исключал все пять пунктов. То есть это мы, ни один нормальный человек не сказали, что мы, так сказать, тогда входили по состоянию суверенности или независимости. То есть мы были полностью зависимы от внешних центров влияния. Демократия, ну, понятно, даже не будем обсуждать. Правовое там связано с демократией, да, право было силой, да. То есть у нас была государственная идеология, кто в рамках государственной идеологии, тому, значит, все. А кому, значит, кто... Всем остальным. Всем остальным. И я много раз, кстати, с момента еще 2014 года говорил о том, что к власти тогда пришли необольшевики. Вот они валят памятники не потому, что они их не любят, вот тех, кого там, Ленин и так далее, а потому, что они их просто конкуренты, да. То есть они вместо одних идолов создают другие теми же самыми методами, которые... Вот именно, что особо ничего не создавали, потому что на местах, там, где раньше стояли, очень иногда красивые, прекрасные, замечательные памятники, там стоит флаг на удочке, вот, и все, больше ничего. И была применена совершенно диаметрально противоположная идеологияма, то есть она была прямо противоположная той, то есть если вот раньше у нас герой был Ватутин, да, то теперь у нас Степан Бандера должен был быть героем. Этот тренд хотели навязать, но мы видим, что он не призывался в Украине. Ну, общество на Западной Украине великолепно это воспринимает, да, потому что у нас Украина полиэтничное государство, все остальные, там, Центральная Украина, Юго-Восточная, это чуждое, оно не может быть воспринято даже силовым способом навязанное. Но, давайте скажем, это ушло, да, вот люди сказали нет, они вышли на избирательные участки и сказали нет, вот это нам все это не подходит, нам все-таки нужна какая-то другая модель, вот эту модель олицетворяет на подсознательном уровне, ничего конкретного нам, естественно, не говорили, значит, все работали на подсознательном уровне, зеленое, красивое, цветущее, перспективное, да, то есть, что-то, зеленое, молодое, да, креативное, веселое, не мрачное, как предыдущие, да, мрачное, такое, мрачный страх, такое, да, вот давление, а тут, наоборот, весело, хорошо, значит, вот и пришла, значит, новая власть. И давайте посмотрим, что же это такое за новая власть и что она провозгласила. Ну, вот она, кстати, совершенно честно провозгласила о том, что предыдущее мы отвергаем и предлагаем, что же мы предлагаем? Мы предлагаем развитие государства как модели либертарианства. Ну, это вы знаете, да, все об этом говорят. Но это было уже после того, когда уже выборы произошли, зеленский столб. На выборах вообще ничего не говорили. Конечно, на выборах говорили, будем сажать, это самое, развитие экономики и так далее. Если бы тогда писали на мигбордах о том, что мы изменим трудовой кодекс там, где работодатель будет всегда прав, мы вам сделаем кассовые аппараты предпринимателям так, чтобы их вообще не стало, мы сделаем вам кредиты МВФ такие, которых раньше просто не было, конечно же, да. Ну и государственный ужас сократим на 70%. Да, 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 мы сделаем, продолжим реформу Рульяна Супрун, понятное дело, чтобы никто за них не голосовал. Родноклатные медицины, и мы сделаем приватизацию стопроцентную, чтобы у нас вообще государственного сектора не осталось ни в чем. Прекрасная логика. Чем меньше в государстве собственности, тем богаче государство. Ну, это, понимаете, вот они на самом деле действуют последовательно. Если предыдущие тоже действовали последовательно, да, вот им нельзя отказать в какой-то хаотичности, да, это был четкий такой вот режим, вот такой вот последовательный, да, он абсолютно действовал в своей точке зрения, все правильно и логично, да, и памятники вылил, и все через колено переломал, так сказать, люди голосовали нефом. За один город название, там, ну, Днепропетровск, помню, хотели, Елизаветград, ее референдум даже проявили, такое просто, значит, Ветрович сказал, нет, вот будет, значит, Сечислав дать, ну, ладно, там, компромисс нашли, Днепр стал. И, ну, это точно так же и везде. То есть те действовали последовательно, и эти действуют последовательно. Это не хаотичная модель, это последовательная модель, мне нужно просто разобраться и понять, как она работает, к чему она ведет, и как, где найти там наш собственный интерес. Ну, с Вашей точки зрения, что нас ждет в ближайшем будущем, с учетом последовательности? Ну, смотрите, что такое, вот если взять с точки зрения Конституции, да, вот этой украинской мечты, Украина суверенна, она залезает на демократичные права социального держава. В прошлом режиме ни один из этих пунктов не мог быть реализован, ну, ни при каких обстоятельствах, да. В этом же, по объективным причинам, не потому что кто-то хочет или не хочет, кто бы там ни стоял, кого бы там ни меняли, если бы провозгласили движение по этому пути, вы не должны нуждаться по объективным причинам в двух из этих пяти пунктах. Про суверенность и независимость надо забыть окончательно и бесповоротно. Вот эта либертарианская модель вообще не предполагает никакой независимости и суверенности, потому что в либертарианской модели высшим силой, которая управляет некими территориями, является транснациональный международный капитал с огромной мощностью, да, то есть там триллионы долларов. Но мы видим, как в Афганистане все-таки реализовали либертарианство, и как там заграничные корпорации управляют, например, выращиванием этих... Вы знаете, про Афганистан это нельзя такое сказать, потому что Афганистан это родоплеменные отношения, очень хорошо знаю, в свое время там застал эту войну, и как-то потом так получилось, как медик соприкоснулся с ней, не там... Но там провозгласили, что это единственная сторона, там где вот либертарианство у нас процветает. И там вообще в народопословно-народоплеменных отношениях, а мы же все-таки не родоплеменные, мы феодально-клановые, да, пока... В результате мы дожились до феодально-клановой системы, и вот феодально-клановая система, которая довела до совершенства Порошенко, ей предложили либертарианскую модель. Она говорит, ребята, вот зачем вам государство? Ну, что такое государство? У нас есть общество, это государство. Общество — это все люди, объединенные там какой-то общностью многих вещей. А государство — это аппарат, который они вырабатывают для того, чтобы наводить порядок на этой территории, и с которыми мы добровольно делегируем наши права, для того, чтобы там монополию на насилие, управление нашими каким-то финансовыми вопросами, социальную защиту, и физическую защиту, и от внешнего агрессии защиту. Ну, что для этого государству и нужно. И вот государство, чтобы существовать, чтобы оно могло эти функции выполнять, оно, естественно, должно иметь деньги, да, потому что цивилизация — хорошее выражение. Мне нравится Станислава Лема, что мы живем в цивилизованном времени, а цивилизация отличается тем, что это время, когда ничего нельзя сделать без финансирования. То есть цивилизация — это финансирование, это тире. Для того, чтобы что-то делать, в том числе проявлять силу государству, оно должно иметь для этого деньги, чтобы воевать, чтобы защищать, чтобы подстроить, чтобы поддерживать, да, чтобы лечить, там, учить и так дальше. Ну, как, откуда государство может взять деньги? Ни одно государство в мире не может существовать за счет только налоговой системы. То есть, ну, нету такого в мире, да, потому что те, которые государство считается социальными, там, Швеция, да, Германия, та же Америка. И мы в Америке, там, по разным оценкам, от 30 до 35, до 40 процентов стратегических отраслей, они находятся в государственном управлении, и вот там есть государственная доля. Там в Швеции до 60 доходит процентов, в Франции 40-50, в Германии тоже приблизительно. Почему нам это не светит в ближайшие лет 20? Ну, а нам говорят наоборот. Значит, вот, зачем вам вообще государство? Вот давайте мы это государство все переведем в частные руки, и вот будет государство только получать налоговую систему. Мы же знаем, что транснациональный капитал, когда куда-то заходит, он заходит без всяких там налогов, потому что существуют офшорные юрисдикции и все остальные. Ну, например, там у нас крупные, опять же, корпорации, та же Кока-Кола, они тоже работают через, они и тут какие-то налоги платят, но все равно они тоже через офшорные компании работают. Это, кстати, не является ничем незаконным, это абсолютно нормальная практика в мире. И самыми крупными, то, что я видел по миру, такими, знаете, вот, выдающимися небоскребы, это компании, которые занимаются оптимизацией налогов для транснациональной корпорации в мировом масштабе. То есть, там, одни из самых богатых структур. То есть, это те самые структуры, которые приезжают в такие страны, например, как Украина, и говорят, так, вот эта компания налогов не будет платить, потому что мы сейчас подстроим под ваше законодательство схему через офшор, по которой будет максимально уменьшена сумма уплаченных налогов в стране. Не обязательно офшор. Не обязательно офшор, это, как у нас, знаете, сделано, такая пугала. На самом деле, есть оптимизация, происходит производственных, то есть, можно же выращивать там какое-то сырье за копейки. Можно замешать цену, когда продаешь за границу товары. Конечно, их огромное количество этих методов, которые позволяют абсолютно легально, его невозможно, это не является криминальной деятельностью. Криминальная деятельность, там, откаты, взятки. Ну, а зачем, если существует там великолепная отработанная система? И вот, остается, платят какое-то что-то налоги только мелкие, средние бизнесы граждане. И вот, либертарианская модель, если вот она применяется в такой степени, ну, почему она применяется на экспорт, как оружие? Ведь носителями кто этой модели? Являются международные финансовые структуры. Они предлагают государствам, которые оказались в сложном положении, кредиты под проценты, но небольшие, ниже, чем все остальные, но под условия политические. Политические условия состоят в том, чтобы страны трансформировали сторону либертарианской модели. Вот, еще ни одна страна... По сути, захват рынка так происходит с заграничными корпорациями, когда приходят, предлагают стране деньги, но, помимо процентов, есть еще и очень серьезная доля политических требований, которые открывают, по сути, ворота для захода в страну международных корпораций, которые гораздо сильнее, чем любой местный производитель. Это один из способов борьбы за выживание в мировом масштабе. Отгонка за выживание идет жесточайшая. Жесточайшая. Нету там ни друзей, ни партнеров, никого. То есть, это все конкуренты. И вот все страны, все являются конкурентами. Вот эти структуры типа МВФ, они великолепным инструментом являются для того, чтобы, как только поймают, так сказать, страну на проблемах, то есть, они им предлагают модель, которая их, по сути говоря, выбивает из этой гонки. То есть, они говорят, ребята, вот давайте вы делаете так, и это стопроцентная гарантия, что вы уже нам потом конкурентами не будете никогда. У вас не будет ни высокотехнологических производств, у вас не будет социального капитала, у вас не будет интеллектуального капитала, потому что он весь там куда-то уедет, да, естественно, абсолютно естественным образом. Не надо воевать, не надо там бросать бомбы на кого-то. И отток капитала будет тоже интеллектуального происходить как раз вот туда, где больше платят, ну, сколько у наших работает, выдающийся том же в Гугле, том же в Фейсбуке, там, и все, ну, да, есть, у нас же огромные талантливые люди, а что талантливые люди будут тут же картошку там бирать, да, если он может получать по 50-100 тысяч долларов в месяц, и вообще чувствовать себя великолепно полностью реализовывать свой талант. То есть, естественно, он поедет туда. Вот создавая вот эту вот систему, вот как раз вот либертарианская модель, вот она закрепляет полностью зависимое положение, потому что в ней нету возможности вырваться из этой системы. То есть, когда, знаете, вот как образное сравнение, что такое, ну, она, знаете, что требует, вот я хотел, в чем и плюсы. Плюсы, что из вот этих пяти пунктов Конституции, она полностью отрицает социальное государство, она полностью отрицает независимое и суверенное, но сохраняет правовое и демократическое. Почему? Потому что... Бесплатной медицины и бесплатного образования стоит об этих пунктах забыть, но все-таки у нас... Ну, зато право собственности священно-неприкосновенное. Ну, вот это мы сейчас наблюдаем, да, вот, смотрите, антирейдерский закон. Здесь должно быть тихо. Деньги любят очень четкие правила, чтобы деньгам, чтобы они двигались по своим каналам. Отсюда и желание Гончарука привести в порядок, с его слов, в реестры, чтобы все было четко. Привести в реестры. Вот сейчас приняли закон антирейдерский, прекрасный антирейдерский закон. Если феодально кланом государства Порошенко рейдерство, значит, это уже тоже по-шински, да? Ну, это рейдерство тогда называлось бизнесом. Ну, такой политический бизнес. Подняли спецназ, фабрику проштурмовали, иностранного инвестора американского в тюрьму, значит, ну, фабрику забрали нормально, да? То есть, на самом деле, в либертарианском государстве такого невозможно. Там все четко действует, оно там еще подчинено международным юрисдикциям, судам. То есть, там вот все, если у вас есть собственное... То есть, там все-таки стоит ожидать ратификации римского статута у нас в Украине? Конечно, и римский статут ратифицируют, значит, и все вот эти вот все, что мы... Вот эта международная система создана. Я говорю, что из этих пяти пунктов, вот, либертарианская модель говорит, ребята, забудьте, вы никакая не суверенная, никакая вообще не страна, да? То есть, вот, где государство? Страна есть, да? Не государство. Потому что, какой суверенитет, если мы выполняем правила, которые внешне существуют во всем мире, и не хотим этого или не хотим. Кстати, вот, потом и Минские договоренности тоже подтягиваются. Потом, социальное забудьте. Нету там никакого... У вас тут единые правила, очень четкие будут существовать для всех. Вот эти правила, оно абсолютно правовое государство. Вот, это все равно, что и Волк, и Ягненок, да? Вот, они выходят на ринг, и правила очень простые, кто кого съест первым, да? Вот, причем честно, абсолютно честно, условия одинаковые, да? То есть, вот, Волк, Ягненок, вот, кто кого съест... Если я вас правильно понял, то вот при приходе Зеленского все-таки начнется реальная борьба с коррупцией. Потому что, если вот примерно вот анализировать логику условно наших феодалов-олигархов, тогда олигарх, он был заинтересован в коррупции, чтобы неким таким образом защититься от международных заграничных корпораций. Совершенно верно. То есть, сейчас это будут все сворачивать и будут ставить, условно, наших предпринимателей-феодалов-олигархов в те же самые условия, что и заграничные корпорации. А это предполагает, что олигархов-феодалов у нас просто как класс, он немножко будет исчезать. Вы знаете, я вот еще в 2004 году написал... Ну, правильно ли это логика? Абсолютно правильно. Написал книгу о том, что как происходит логика развития государств постсоветских и все. То есть, сначала неискусственно создается национальная олигархия, которая концентрирует себя путем грабежа, там, всех ресурсов у себя. Возникает национальная олигархия. Но национальная олигархия, у него возникает объективная потребность государства, потому что оно должно себя защищать. И вот высшего развития национальной олигархии, особенно производственной, достигла при Януковиче. Когда мы реально к власти пришли экономические националисты, и которые, так сказать, ни с кем не хотели делиться собственностью, у них там были, у нас, кстати, очень плохие отношения были с Россией, говорят, что он пророссийский. Да пророссийский он был внешне, на самом деле, российской олигархии они не пускали сюда, они говорят, ребята, это все наше, у нас есть президент, у нас свой парламент, да, у нас все, что здесь есть, оно наше. Да, вот хотите там закон Колесниченко-Кивалова, да это не вопрос, говорит, а вот про денежки, про денежки, пожалуйста, забудьте, потому что у нас территория, мы ее защищаем, это вот это будет все наше. То есть такая политика а-ля Лукашенко, например. Да, ее свергли, естественно, их, потому что, ну, так куда же, и следующим этапом должно быть, вот это, Порошенковский был переходной, а под следующим этапом неизбежно должно происходить включение национальной олигархии в качестве подчиненного звена в систему международного олигархического устройства мира. И, естественно, их должны подвинуть, их должны поставить очень четкие правила, вот убрать их все вот эти заморочки коррупционные, феодальные, и вот они должны, так сказать, поделиться вот частью своих возможностей и ресурсов, и влияние в пользу международной вот этой вот системы. Вот сейчас мы как раз в этом живем. И все, вот если проанализировать все законодательство, которое сейчас идет, все говорят, вот оно какое-то хаотичное, обещали одно дело и другое, они делают абсолютно все правильно. Опять же, и как Порошенко делал все правильно, с точки зрения той логики, к которой он пришел, да, вот, с точки зрения создания этого моноэтничного, монорелигиозного государства с титульной нацией, там, с собственной, там, титульной церковью и с государственной идеологией, с цензурой, это они делали абсолютно верно, да, то есть они тоже делали последование. Точно так же пришли эти. И они действуют абсолютно последовательно. И даже говорят, что вот депутаты, там, какие-то неквалифицированные, Кабмин неквалифицированный, да, это не нужно абсолютно, никакая квалификация. Ну, им присылают законы, им надо просто визы свои ставить, чтобы... Им нужно, потому что не надо думать с нами тот, кто все за нас решит, когда-то в какой-то песне попели. Так вот, есть те, кто все за нас решит, да, вот, двигаются, пришла министр образования, говорит, там, 70% государственных вузов сократим, зачем они, ну, действительно, там... Ну, они называют это оптимизацией, освобождением, они это называют, вузов от государственного финансирования. То есть, освобождение, да, реформа и супруга... Не, ну, скажите, все-таки красиво называют вот это вот сокращение 70% институтов, вот, освобождение. Да, ну, выходит министр социальной политики, выходит и говорит, ребята, вот, пенсии-то, говорит, это вы сами виноваты, надо самим думать накапливать пенсии, да, вот... Не, ну, накапливать пенсии в гривне, это, я вам скажу, дело неблагодарное, потому что, пока ты до нее доживешь, эта вся пенсия, все, что ты накопил за всю жизнь, она будет равняться примерно, там, 10 долларов. Это смотря в чем накапливать, да, вот, говорит, как... Ну, мы же как бы не можем накапливать какой-то чужой валюты, ну, вот, в формате законов Украины. Как нас учат международные финансовые структуры, да, там, о том, что любые активы нужно накапливать в максимально дифферсифицированном виде, да, то есть, гривна, доллар, евро, золото, швейцарский франк, значит, ну, в общем, как-то в равных частях. Ну, я думаю, наши пенсионеры все оценили вот это чувство юмора, да. Ну, это не мое чувство юмора, это чувство юмора министра социальной политики. Она говорит, так, ребята, вы же просто сами не хотите, ну, пардон, но пенсия ведь это же... То человек уже ее заработал, он не должен ее сейчас в солидарной системе накапливать. Накопительные, да, там, дайте возможность накопительную систему ввести, но ее же не ввели, поэтому... Не, ну, у нас параллельно работают некие страховые компании, страховка жизни. Есть страховка жизни. Люди могут использовать эти инструменты, но, опять же, там очень все непросто. Ну, если у человека пенсия полторы тысячи или там две, да, какие, о чем можно говорить, или там у него зарплата, которая еле хватает там на коммуналку, о каких накоплениях пенсионных можно говорить. То есть это в условиях благополучного общества, когда возникает возможность создавать пенсионные накопления, тогда, естественно, они... Но это все будет, это все будет, это все будет двигаться в этом направлении. То есть, я так понимаю, пенсии скоро вообще не будет, их отменят, потому что это все-таки социальное направление. А зачем оно надо, когда мы тут идем семимильными шагами в либертарианство? В либертарианство, причем мы двигаемся последовательно. Вот я еще раз хочу подчеркнуть. Вот в этом хаосе люди растеряны сейчас, говорят, вот нам обещали одно, делают другое. На самом деле ничего подобного. На самом деле в этом вот всем якобы хаотическом движении есть очень четко прослеживается такая логика. И хорошо это или плохо, я не говорю. Мы сейчас не оцениваем вообще, хорошо это или плохо. Мы просто оцениваем процесс с точки зрения науки, да, вот куда он движется. Вот лавина срывалась, значит, видит, на город идет. Хорошо или плохо. Мы обсуждаем примерно, куда она попадет. Да, вот она примерно попадет, какие там последствия могут быть. Если там, можно ли успеть спастись, что будет разрушено, как потом восстанавливать. И вот, вы знаете, вот в этой вот модели, когда остается правовое и демократическое государство, и будет реализовано, уверенно гарантирую, даже будет реализовано как раз право людей на референдум. Но его сейчас не уводят. Почему? Потому что нужно сейчас провести масштабное, колоссальное, фундаментальное преобразование в сторону либертарианства, либеральной модели, радикальной, которая референдум только будет ему мешать. То есть, это нужно продать землю. Я так понимаю, что, скорее всего, если в вашей логике рассуждать, тогда референдумы позволят. Например, хотите улицу переименовать какую-то, пожалуйста. Хотите там, например, какую-то лавочку поставить, то ради бога проводите референдум и так далее. Но, что касается ключевых вопросов, что касается финансовых взаимоотношений, это будет жестко ограничено, и таким образом вот эту систему референдумов внедрят. Но, если вот брать ключевые вопросы в стране, конечно же, решать их, людей, ну, туда не подпустят. Правильно я понимаю? Конечно, конечно. Эти все вещи уже давно решены, они только должны быть внедрены, или, как научным языком, имплементированы. А вот все вопросы, которые не касаются ключевых вещей, они будут, естественно, переданы на уровень... Это, кстати, прекрасный такой вот механизм, который позволяет создавать видимость народовластия. Ну, и может быть, даже действительного народовластия, когда человек комфортно себя чувствует на уровне каждого города, села, поселка. Когда все люди там решают все вопросы, которые там находятся... Но не ключевые вопросы в стране. Ключевые вопросы в стране никто никого не подпускает. Ни в Америке, нигде, да, вот они... Американская система ее там и тоже изучал. Там еще Старквилля, который написал, там, демократия в Америке, да. Да, демократия в Америке великолепно существует, великолепно, да. То есть она на уровне территориальных общин. Там вот реально люди чувствуют себя хозяевами этого города. И вот они могут управлять на ней, на чиновниками имеют огромное влияние. Они знают, что вот от них зависит, будет ли там что-то происходить или нет. Они контролируют финансы на этом городе. Но могут ли американцы контролировать, например, там, политику Обамы или политику Трампа? Да, это из мира фантастики. Это из мира фантастики. Там совершенно другие там есть... Или там продавать, например, в Саудовскую Аравию оружие или нет. Конечно. Ну, это даже люди просто... Но в этом есть и все-таки плюс. Потому что люди... Это прекрасный такой запобежник от социальных различных волнений. И неприятностей. Вот у нас в стране нет никакой демократии на низшем уровне. И народ всем интересуется, что там делает президент. Вот если бы нам дать возможность управлять городом Киевом... Мы сейчас в Киеве сидим, да? И мы бы погружены были в те вопросы. Канализация, водопровод, электроэнергия, тариф. Коммунальные предприятия, как работают. Да, где у нас рабочие места... Но все бы, наверное, думали, что там делает этот свадебный генерал, который называется президентом, никого не интересует. Конечно, он в Швейцарии. Кстати, в Швейцарии, для меня в свое время было открытие, что у них тоже есть президент, оказывается. И вот всего 10% населения Швейцарии знает, кто у них там президент. Я настолько знаю, там есть 7 или 12 человек, которые просто меняются. Да, да, да. И без разницы кто, потому что есть президент, который... Так, а почему? Не потому что они так часто меняются, а потому что 95% всех вопросов, которые у швейцарских гражданин, у него по жизни возникают, они решаются на уровне территориальной общины. А там он царь и бог, да? То есть он полноправный, там, референдум. Там практически каждый день по стране проводится какой-то референдум по какому-то вопросу. Ну, там, хотите вы свалить памятник Ленину? Да, вот, как бы вот, если бы это в такой модели, да? Ну, вот, инициативная группа. Сказали, вот, говорит, памятник Ленину, это человек плохой, он там убил много людей, значит. А те говорят, а другие нет. Говорят, это светоч коммунизма, там, он хороший, да? И вот, хорошо, собирается группа, подтягивает ученых, историков, и все. И пишут на пол... Один листик, на половине страницы написано, что Ленин плохой, да? И на второй половине написано абсолютно одинаково, количество должно быть знаков, да? Написано, Ленин хороший, да? И раздали всем неделю на размышления и референдум. Люди сознательно пришли, сказали, Ленин там плохой, да, вот, будем снести память. Хорошо, снесли, давайте поставим кого-то вместо него, да, остался постамент. Кто у нас хороший, кто плохой? Точно так же по все вопросы. Будем прокладывать, там, плиткой положим на крещатике или не положим, там, еще что-то сделаем, да? Да, а если вот рассматривать вопрос, например, установления мира на Донбассе, то есть, каким образом тогда эта модель может влиять на эти процессы? Вот, самым непосредственным образом. Смотрите, кто нам предлагает эту модель? Весь цивилизованный мир, так называемый, да? Ну, не только, Россия тоже предлагает, да? Ну, Россия, это тоже цивилизованный мир, но в поединке, это не воспринимается. Нам же либертарианскую модель предлагает не Россия, а нам предлагает либертарианскую модель, те, у кого, кто такую модель. В народе их называют «сарасята». Ну, это самое большое сужение, на самом деле. И вот, смотрите, в этой модели мир на Донбассе должен быть максимально быстрее сроки установлен. Потому что деньгам не нужны никакие войны, никакие конфликты, ни внутренние, ни внешние. Деньги должны двигаться по четким правилам, абсолютно спокойно, в тишине, да? Причем, чем больше будет тишины, тем более четкие правила, тем быстрее будут двигаться финансовые потоки, тем более они мощные, тем более мы будем создавать ауру этого благополучия. Для тех, кто сможет приспособиться. Для тех, кто не сможет, это их личная подробность, опять же, в этой модели. Говорил Кличко, готовьтесь к земле. Да, и вот смотрите, что происходит. Вот у нас сейчас как раз в связи с Майданом, который выходит и говорит, что мы не хотим, чтобы мир установился на Донбассе, на тех условиях, которые подписал тоже Порошенко. Парадокс. Парадокс, да. Но что говорят те, куда они стремятся? Вот те, которые говорят, да? Они стремятся в Европу и в НАТО. Ну так они заявляют на самом деле, хотя никуда они не стремятся, там совершенно их стетоидеология, их никто не примет. Но они говорят все равно, мы хотим в НАТО и Европу. Европа, говорят, выполняйте Минские соглашения, категорически причем. Позавчера заявило НАТО о том, что мы поддерживаем формулу Штейнмайера и Минские договоренности. Это был подлый удар с пьем. Американцы сказали, знаете что, вот не надо нам нагружать, ну вот там вы договорились, вот пожалуйста, выполняйте, решайте вопрос. Категорически тоже, знаете, вот мы не хотим расширять, вот у нас есть свои вопросы. Даже несмотря на то, что выгодно продавать жевелины и прочий старый хлам нашей украинской армии. Вы знаете, они на такую небольшую сумму покупают, ну Украина даже если бы весь бюджет потратила на закупку американского оружия, тоже это было бы не очень заметно. У нас есть еще эти локомотивы Эмиляна, там миллиарды. Да, ну и уголь Порошенко купил за 113 долларов. У нас есть эти ТВЛ, наши атомные электростанции, то есть там достаточно как бы расширенный перечень товаров. Это все, конечно, приятно, но не критично, да, для американского экспорта. Это дополнительная там вишенка, но это не решающее. Решающее им нужно, чтобы вот тут, уже поменялась концепция, когда рухнул болто-черноморская дуга, она была прорвана через юг, да, когда Турция вот после этого переворота неудачного, в котором винили американские власти, и Эрдоган радикально поменялся, начал прокладывать газопровод по югу, естественно, таким образом рухнул цельный вал, да. Следующим оказалось, Германия оказалась в окружении, ей нужно категорически строить северный поток, чтобы сохранить уже, да, вот за собой все-таки хаб, быть хабом Европы. Вопрос сопротивляются американцы, поляки, северного потока-2, и там достаточно радикальные попутки. Мы же говорим сейчас о интересах Германии, и вот, кстати, когда начались только эти разговоры, сказали, что не будет никакого северного потока-2, и даже одного, да, вот, я всегда говорил, что давайте исходить из реальности, что будет, не потому что Россия кого-то там купила, а потому что Германии, это же, Германии даже больше нужен этот северный поток, чем Россия, есть ей, вот, сейчас она включит южный поток, и вот уже там... Она поставит зависимость от дешевого газа рядом с странами, которые... Конечно, ну, там получается, что через южный поток или через турецкий поток уже подписали договоры с болгарами, что вот он уже на южную Европу пойдет, так и Германия просто, они уже должны бегом бежать, да, что вот это достраивать северный поток для того, чтобы вот в этой же конкурентности с этим южным потоком хоть сохранить свое влияние в Европе. Поэтому все, кто, на кого сейчас внешняя поддержка ориентировалась режима Порошенко, они все категорически сказали, что давайте, что устанавливаем мир, раз вы перешли к следующей модели, раз здесь будет некая территория, значит, страна, но не государство, да, вот некая территория, да, вот некая территория, которая будет здесь, будет власть транснациональных корпораций, а раз тут будет власть транснациональных корпораций, она тут будет вкладывать свои деньги, эти деньги должны быть защищены и в правовом способе, и в военном отношении, и чтобы коррупции здесь не было, и все остальные вещи здесь нужно убирать. Просто население, что произойдет, это никого в данном модели не интересует. Вот почему мы говорим о плюсах и минусах этой модели. Можно предложить, конечно, теоретически, что именно социальную модель государства, но пока... Ну, как в Европе, например. Ну, в Европе, которая сама шла... Ну, капитализм с... Человеческим лицом, да, с человеческим лицом, да. Они шли туда очень через длинную историю больших проблем, каждая нация, и они могли сформулировать национальную идею, как объединяющую именно в базе этой. То есть за это надо еще будет серьезно побороться? Это колоссальный труд, который связан с тем, что возникает... Вот национальная идея, это объединяющая идея, которая заставляет людей работать в течение очень длительного времени, какие-то лишения терпеть ради какой-то светлой цели, там, в недалеком будущем. И вот когда нация формулирует эту идею, она начинает развиваться. У нас пока такой идеи нет. И я не вижу ее формирования в дальнейшем, потому что уже, во-первых, некому особенно формировать, во-вторых, слишком большие силы действуют внешне. Против этих финансовых потоков миллиардной силы противостоять даже наши олигархи не могут. Ну, на кого можно опереться, да? Наших олигархов сказали, давайте будем сопротивляться, давайте будем... Ну, вот Янукович сопротивлялся, да? Вот национальная олигархия сопротивлялась. Говорит, нет, это все будет наше. Ну, говорит, хорошо, будет ваше. Сейчас посмотрим, чем дело закончится. Быстренько решили вопрос. Где Янукович? Не, ну, наверное, все-таки, если бы не было среди олигархов тогда раскола, то, может быть, по-другому бы ситуация разыгралась. Но это уже, знаете, из разряда «если бы до кабы». То есть, если мы возьмем вот эту вот либертарианскую модель, которую вот сейчас активно внедряют, по вашим словам, то из позитива это то, что все-таки на Донбассе будет шаг за шагом установлен мир. Совершенно неизбежно. А из негативных это то, что про бесплатную медицину, бесплатное образование, пенсии можно будет забыть. Совершенно верно. А каким образом могут на эти процессы вот еще все-таки повлиять и как-то видоизменить эту систему? Или, например, как гражданскому обществу включиться, чтобы все-таки остался у нас, вернее, создать модель, когда вот капитализм может быть условно с человеческим лицом? Ну, хотя бы так. Ну, сказать вам красиво или правду? Не, ну, конечно, правду. Ну, вот никак. Никак? Никак. То есть там ни революции, ничего не поменяет. Ну, дело в том, что на самом деле у нас, я же ведь здесь родился, вырос, уже 30 лет нахожусь в самом центре гуще событий. То есть я принимал активнейшее участие во всех событиях, которые политические в Украине. Начиная от того, что мы там флаг вешали на Верховную Раду. Жалеете? Нет, я не жалею никаких этих событий. Я в них принимал участие для того, чтобы понять, что происходит. Я же хотел... Ну, я не могу жить в мире, который я не понимаю. Но это мое личное... В общем, тогда вы не понимали, а сейчас вы уже более-менее не понимали. Нет, я тогда тоже не... Я стараюсь понимать, я бы там на всех Майданах был, во всем мире, из середины, да, из середины. Я вот их видел, да, из середины. Вы их поддерживали или анализировали? Анализировали. Это важно. Да. Анализировал, да. И поэтому... Причем старался как раз и ту, и другую сторону увидеть. Для того, чтобы понять, там, даже когда вот бои шли, там, он с одной стороны, потом пошел к Беркуту, с другой стороны посмотреть, поговорить с ним, что происходит у них там и в головах, и как они к этому относятся. Ну, то есть это мне нужно было понять для того, чтобы сформулировать понимание и людям рассказать, да, что происходит. Потому что ведь в любое время эти события и поляризация идут, одни за, другие против, да. А на самом деле есть же какой-то взгляд, как научный, да. Вот мы видим процесс, а если когда видишь процесс одновременно с двух сторон, то понимаешь, что где-то есть управляющий центр немножко выше. И вот тогда, например, начинает проявляться этот управляющий центр со своими идеями, куда он движется. И почему удается, ну, так удается, да, вот делать прогнозы, которые всегда совпадают. Совпадают, вот в 2014 году выходил на экраны, и со мной сидели люди очень авторитетные, и говорили о том, что вот и аналитики, и там политологи, и политики говорили, что сейчас Россия распадется, да, сейчас вот все вместе навалятся санкции международные, да, и вот сейчас вот Россия буквально вот, ну, сейчас будет... И, кстати, они продолжают то же самое говорить, да. Ну, я таких не слышал, но уже... Ну, это вам повезло, потому что я уже просто таких не слышал давно. Значит, и тогда приходилось быть одним единственным, который говорил о том, что ничего этого не произойдет, по той простой причине, что этому не допустит Китай. Потому что вот в самый решительный момент, когда реально уже было видно, что весь мир против России, в это время китайцы демонстративно приехали из Цзиньпин на День Победы к Путину, стали вместе, это 2014 год, стали вместе, потом они поехали в Средиземное море вместе на кораблях, но не президенты, а войска в Средиземном море постреляли вместе, да, ракетами перед носом европейцев. И Китай показал, нет, не будет этого, да, вот мы не заинтересованы ни в распаде России, ничего. И поэтому ситуация начала откручиваться в другую сторону. То есть, вы думаете, что проект Антироссия, он уже полностью похоронен, и даже вот в этих, там, Литве, Латвии, Эстонии, там, в той же Польше ситуация будет меняться? В Польше не будет, в Польше не будет, потому что американцы должны, у них это прекрасный партнер, да, в ней... Партнер или плацдарм? Ну, партнер плацдарм, мы же, нет, мы говорим о том, что не бывает на международной арене ни друзей, ни даже товарищей, ни каких-то, даже партнеров, да, вот есть совпадение интересов, циничное совпадение интересов, вот если совпадает интерес, мы там двигаемся вместе, не совпадает, там, прилетят крылатые ракеты и будут вас бомбардировать в течение месяца, как произошло, пока не распадетесь, да, вот как произошло в Югославии. То есть, ну, до этого все хорошо, или как в Ираке, в Ираке же было тоже все нормально, пока не приняли решение на основании выдуманных абсолютно фактов о наличии ядерного, химического, бактериологического оружия. Да, 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 все напомним, как трусили пробирки на заседание. Снесли целое государство, точно так же и в Ливии снесли государство, которое было, по сути говоря, идеальным, в исламской модели построили социалистическое государство с высоким уровнем социальной защищенности и все, но решили, было принято решение, что это не надо. Но теперь Ливийцы зато склонны и счастливы, живут при демократии. Да, они теперь, если особо, они поделились на кланы, друг друга убивают. Демократические банды, я бы сказал. Да, 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 и теперь у них там все, с этой точки зрения, нормально получается. Поэтому вот то, что я вам хотел сказать о том, что нас ждет впереди, да, вот что поменялось радикально, на самом деле радикально поменялось. Вот многие говорят, да, это то же самое, что было. Нет, все другое. Вот, может, элементы вы находите узнаваемые, да, но на самом деле оно все в рамках совершенно другой модели. Это другая модель, это уже модель, ну, оптимисты говорят о том, что мы таким образом вписываемся в цивилизованный мир, да. Да, такие у нас есть в Украине, которые вот вписывают в цивилизованный мир. Да, ну, вот те, которые так говорят. Это имеется в виду представители, я так понимаю, олигархов, которые, вернее, финалов олигархов, которые надеются, что не имплементируются. Нет, 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 олигархи, кстати, совершенно не радость от этой модели. Это модель, которая ставит олигархи в подчиненное положение. Они же таки были в феодально-клановом государстве, они были царями, богами и господинами, да, вот они там создавали каждую свою армию, там в каждом регионе были свои олигархи меньшего уровня. Туда там даже армия, спецназ могли не заходить, как типа у нас в этой Бурштиново-народная республика, да, туда же там большие шлагбаумы стоят, туда даже спецназ пытался пару раз прийти, и потом с позором ушел, значит, ну, представьте себе, пришло спецназ, там 100 человек даже. Да, это история, да, известно. Две тысячи человек вышло, значит, с ружьями и все, в лесу, да, дальше что? Ну, там оставишь тот спецназ, ну, ладно, будет он там стоять. То есть, на самом деле, мы переходим в новую модель, каждый человек должен ее понять, и должен понять о том, что вот от него лично сейчас зависит его судьба и своих детей. А теперь давайте посмотрим, как будет реагировать не индивидуально каждый человек на изменение этой модели, а как будут реагировать большие группы, ну, ментальные поля, как научный, есть такой термин, которых в Украине на самом деле несколько. Вот почему у нас, я категорически возражал, и почему в конце концов это кончилось крахом, и отверг народ, значит, ту модель, которую предлагал Порошенко. Анти-Россию? Не только анти-Россию, а совершенно вот эту вот идеологию, которую он предлагал, не только как анти-Россия, это был элемент, да, вообще вот это была идеология, построенная на базе этнического национализма, и причем именно с западноукраинскими культурными маркерами. То есть, бандера-герои, советская армия, это оккупант, вот Тутин-преступник. Ну и прочие глупости. Ну, опять же, мы не говорим глупости это или не глупости, мы это не оцениваем. Да, 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 мы сейчас осуждаем. То есть, с этой точки зрения там все логично и все правильно, да, но это касается только того одного региона Украины, где это органично воспринимается. Мы на выборах, кстати, увидели какого. Да, совершенно верно, да, то есть нельзя сказать, что одна ментальность хуже, чем другая. А с точки зрения там научного подхода, да, вот в Украине есть три макрополя таких, да, которые вот ментальных, это группы, их называют еще украинскими субэтносами. Они все равноправные, то есть это украинские субэтносы, да, но только они разные. Они по-разному видят картинку будущего. Они по-разному формировались исторически. Они по-разному видят свой путь дальнейший. И сказать, какой из них хуже и лучше нельзя, потому что нужно это исходить. И вот почему та модель, которую предлагал Порошенко, опереться только на один и подавить целым образом все остальные модели, которые люди хотят видеть, объявить их деградантами, предателями, неполноценными людьми. Причем, знаете, вот я с огромным удовольствием, причем действительно с огромным удовольствием стараюсь выслушать наиболее ярких представителей, которые выражают эти идеи. Просто вот они одинаково талантливые, да, вот, например, то, что предлагал Порошенко, есть великолепный журналист от Гостап Дроздов. Тот маргинальный и идиозный, который постоянно хочет разжигать межнациональную угрожу. Ну, вот, понимаете, я не так к нему отношусь. Я к нему отношусь так, как что человек в наиболее полной мере очень талантливо выражает эту идею. То есть он абсолютно прямо говорит о том, что если Донбасс придет, мы уйдем, да. То есть высшая раса – это галычане, значит, они настоящие украинцы. Это прямой текст, да, вот, есть, а все остальные… Да, я вот удивляюсь, почему правоохранительные органы не реагируют на такие вот, ну, прям, явные призывы сепаратизма и конкретно разжигание межрегиональной, межнациональной и межрелигиозной розни. Вот, для меня, честно говоря. Да, с правовой точки зрения там это очень все проблемно, но с точки зрения как бы… Я так понимаю, еще в парадигме и вот неком еще по инерции вот модели вот до сих пор, наверное, не посадили. Да, но он наиболее талантливый, наиболее яркий представитель, вот это он формулирует великолепно эту идею, да, вот эту вот ментальность, которая реально поддерживает достаточно большая группа людей. Ну, и у нас их три, это три вот этих субэтносов украинских, которые, это не мое, так сказать, наблюдение, это еще было, или Пинский говорил об этом, известный у нас. То есть, это есть некие исследования, которые это подтверждают? Это есть исследования, и там наши историки, и общественные деятели об этом писали, еще начиная с конца 19 века, о том, что расшматованность украинского менталитета, да, и, кроме того, вот эти, она даже имеет четкие линии разграничения, вот эти вот поля, да, вот одна линия, это Молотова-Риббентропа линия, да, вот по сбручу, которая идет, и которая, ну, у нас же до почти 800 лет, с 1240 года западный тот регион не развивался в союзе с вот этими остальными территориями украинскими. Естественно, он там достаточно для того, чтобы сформировались особенности менталитета. Ну, классик этногенеза Гумилев говорил о том, что от 300 до 700 лет нужно для того, чтобы сформировались этносы. А с учетом современных технологий не кажется, что это время ускоряется? Ну, это ускоряется, но все равно это же не 3-5 лет, да, там до 100 лет, да, до 100 лет. Ну, на самом деле, это очень инерционный процесс. Есть центральная, вот это вот западная, это по линии Молотова-Риббентропа, а потом есть центральная украинская этнос, да, которые вот тут, кто живет, они наоборот говорят, это мы настоящие украинцы, да, вот мы это потомки Киевской Руси, у нас там свои, там, мы там Чернигов, да, там Полтава, да, это вот, значит, настоящая Украина, то неизвестно что, да, но на самом деле это все неправильно, и то, и то, и то, да, вот это абсолютно равноценное, так сказать, образование, просто они по-разному думают. И у них тоже есть линия, которая разграничивает, на юге ограничивает, на юго-востоке. Это называется линия Ореста Суптельна. Орест Суптельна – это канадский из диаспоры. Очень уважаемый при Порошенко человек, он его орденом наградил, да, и вот он исследователем был, он анализировал карты голосований, да, ну и вообще там исследования такие психологические проводил, и провел линию, да, которая, по сути говоря, отделяется на центральную Украину от того региона, который там условно можно назвать Новороссия, да, ну, который раньше Новороссии назывался, даже в Украине, просто это не несло негативного оценка, ну, сейчас негативный приобрело в связи с этими проектами. Ага, и потому что вот этот вот, тот регион, он формировался совершенно по-другому, да, он в течение всех этих столетий, он был, это было дикое поле, там вообще ничего не было, только татары ходили с набегами и чумаки из Крыма возили, там пустая была земля, и потом она уже возникла при Катерине, эти завоевания, новые города, там формировался особым образом. И поэтому по-разному совершенно реагируют, и переделать силовым способом это невозможно. И вот как раз вот в Порошенковской модели она была гибельная, потому что нельзя сталкивать между собой людей, называть одних высшей расой, других неполноценными, деградированными, которые просто силовым образом надо там, окруживших колючей проволокой, их воспитывать, и чтобы они Родину любили, да, вот именно в том, в таком варианте, как мы им предлагаем. А вот в европейской модели, да, вот в данном случае в либертарианской модели, это все прекрасно согласуется, да, вот, то, что Европа как предлагает, да, Европа же наша в значительной степени космополитичная, ну, намного более космополитичная, чем там какие-то... Ну, конечно, да, если сравнить особенно с режимом Порошенко. Да, и поэтому либертарианская модель, она более космополитичная, чем радикально-националистическая, а это даст, даёт возможность Украине установить межконфессионный, межнациональный мир, потому что на базе радикализма его установить никак невозможно, даже теоретически, только наоборот. По сути говоря, если бы Порошенко остался, там были прогнозы, мы там делали экспертные группы, собирали, то есть мы там, нас ждал кровавый бы распад, ну, потому что, ну, потому что он был очень логичным, всё равно же режим должен двигаться по своим рельсам, по которым он проложил. И они всё равно где-то конечный пункт должен был быть, да, и вот оно же не могло, он смягчиться не мог, он только может двигаться в систему, всё более-более ужесточаясь. И вот эта вот модель, которая предложена новая, она, конечно, может включить в себя более широкий гражданский мир, потому что, опять же, таки говорим о том, что для либертарианской модели должна быть тихо. Никто не должен здесь не устраивать никаких майданов. Ну, то есть вам кажется, что всё-таки в основном в большинстве своём люди нормально воспримут вот эти вот все изменения и вот то, что сокращаются социалку, образование, медицину. Вы знаете, у нас нет сил, способных этому сопротивляться. Я не говорю, что это воспримут люди нормально, потому что, если каждого кого-то коснётся, да, но у нас нет организованных сил общественных, которые способны этому сопротивляться. И самое главное, не только сопротивляться, можно же бунт бессмысленный и беспощадный устроить, а будет ещё хуже, а нужно же предложить какую-то другую модель, которая бы опиралась в том числе и на деньги. Я же когда-то великолепную фразу произнёс Наполеон, но, во всяком случае, некоторые там другим приписывают о том, что, чтобы вести войну, нужно иметь три вещи обязательных. Первый – это деньги, второй – это деньги, и третий – это деньги. То есть, ну, точно так же же здесь, да, вот, чтобы что-либо, так сказать, сделать, сделать какие-то преобразования, тоже нужно иметь эти же самые три вещи. Ну, плюс ещё теорию, плюс ещё ясное видение будущего, плюс ещё лидеров ярких, да, плюс ещё там какую-то организованную силу. Но вот из этого всего, из этого всего перечисленного ничего нет. Из тех, кто может вот что-то преобразовать в Украину в социальное государство. Он просто нету. Причём это ужасно досадно, потому что, на самом деле, у меня есть целые несколько книг, которые я уже написал в разные периоды, где созданы как раз именно социальные модели государства. Вот реально, на базе нашей же Конституции. У нас, ещё раз повторю, у нас одна из самых лучших Конституций в мире. Так вот, даже если вот рассматривать Украину, и вот в этой логике, выгодно ли вот при либертарианстве развивать такое направление, как образование? Или всё-таки эту территорию вот готовят под такой формат, что здесь вот будут выращивать в ПТУ низкоквалифицированную рабочую силу, и на этом ограничится всё? Вы знаете, у нас есть ещё вот, ну, тут непростой ответ на ваш вопрос, потому что для внутреннего использования, конечно, только ПТУ максимум. А для внешнего, потому что у нас на самом деле территория, на которой реально граждает гениев, причём в огромном количестве, и всегда это делало, да, то есть тут с Украиной были люди, которые оплодотворяли своим интеллектом весь мир, да, то есть мы были соучредителями фактически Российской империи, здесь очень талантливые военно-техниги. Наверное, поэтому очень много учёных качественных получилось именно в Советском Союзе, и там был реально рывок экономический и технологический. Ну вот когда создавались условия, когда вот талантливые люди, которые здесь постоянно рождаются, их тут, скажем, закрепляли, даже железным занавесом их закрепили, да, вот тут в Украине было, это точные сведения, в Украине было в советское время, ну, в конце уже там, в 90-х годах, это было 75% на территории Украины, всего сосредоточено интеллектуального потенциала военно-промышленного комплекса Советского Союза. Ну, если вы там помните, может, не помните, но Киев это был сплошной почтовый ящик, ну, это военные заводы, так или заводы двойного назначения, так назывались, да, которые вырабатывают там же арсенал, где там мастерский арсенал сейчас, да, это оптика была высочайшего уровня, которая на экспорт шла, там, завод коммунист, арсенал. Ну, сейчас абсолютно большинство заводов уже давно порезали, вывезли в Турцию. Это торговые центры, там разные супермаркеты и там что-то. И там, да, обычно там выставочные центры, некого искусства, понять которое, я так понимаю, 99-99% граждан Украины априори не может. А вы знаете, вот меня по этому поводу Джулиани, известный, сейчас он советник Трампа, он был когда мэром Нью-Йорка, вот его пригласили на такое искусство, вот он говорит, что это не искусство, а тебе говорят, а как вы отличаете искусство от неискусства? Он говорит, гениальную фразу произнес, говорит, то, что я могу сам сделать за полчаса, без всякой подготовки искусством не является, да, так вот кучу мусора какой-то, например, насыпать, там, какой-то там, на веревочке что-то подвесить. Разрубленную повесить туда, там ужас. Поэтому, ну, но мы не об этом, да, мы говорим о том, что на самом деле этот потенциал, который в Украине постоянно рождается, он никуда не денется, то есть он реально будет рождаться людей, поэтому это будет мировой резервуар интеллекта. Но вот вопрос, опять же, если у нас нет бесплатного образования, то каким образом тогда вот эти люди, которые, с ваших слов, рождаются, каким образом они получат хорошую среду для того, чтобы реализовать свои способности? Уже есть программы, через грантовые программы о том, что буквально... А все-таки заграница нам поможет в этом плане? Не поможет, это заграница себе поможет. Ну, я это имею в виду. Они просто выявляют наиболее талантливых ребят, ну, девочек, мальчиков, и потом их поддерживают, и это потом они становятся золотым фондом работы там в Америке. Ну, достаточно мрачные краски, в мрачных красках вы разрисовали будущее для Украины. Ну, я думаю, все-таки, что есть еще достаточно много альтернативных вариантов развития события, и какой-то более позитивный вариант будет все-таки доминировать в этой ситуации. Ну, вы знаете, если мне кто-то обоснованно скажет, что такое есть, я буду просто очень счастлив. Ну, тогда на этой оптимистической ноте будем заканчивать нашу программу. К сожалению, время эфира ограничено. Вам большое спасибо. И с вами был ведущий Дмитрий Василец и программа «Без протокола». До скорого! Субтитры подогнал «Симон»